Девушки отдыхают Это происходит до сих пор Мы всегда пугаемся чего-то нового Старое, это оно привычнее, удобнее Быстрее ты в это вникаешь Быстрее соображаешь Быстрее себе говоришь Да, какой я хороший, я все понимаю На самом деле нет ограничений Нет никаких 90 лет Можно прекрасно двигаться И это будет самобытное движение Я не говорю о пируэдах и граммбатмана 180 градусов Нет, любое движение, которое идет изнутри Оно ценно Субтитры подогнал «Симон» Первое, что приходит в голову Когда вы думаете о Костроме Это какие-то злодоглавые церкви Белокаменные здания Старинные улочки Сыр, снегурочка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Арт-площадка «Станция» Арт-площадка «Станция» Наверное, что находится всего лишь в 300 километрах от Москвы Это достаточно провинциальный город И мы не привыкли видеть чего-то, что приходит сюда извне А тем более каких-то международных проектов В контемпораре Именно это направление в Кострому Когда-то привезли Иван и Евгений И это для Костромы был просто какой-то взрыв То есть ощущение, что Кострома просто ждала этой прививки И ждала этих людей невероятных Это была просто любовь с первого взгляда Причем я не могу сказать Ваню с Женей мы полюбили Контемпорари мы полюбили Танец мы полюбили Себя в этом танце Мы просто это все полюбили То есть это было невероятно Наша идея – Голливуд там, где мы Мы всегда про это говорим Вот ты приезжаешь вот здесь И сейчас ты это делаешь Ты создаешь то, что тебе нравится Ты делаешь то, что ты любишь И неважно, где ты В Москве, в Костроме и так далее И ничего бы этого не случилось Если бы мы думали иначе Летел из Найроби Увидел коллектив в Найроби И думал, какие классные люди живут в Восточной Африке Давайте попробуем соорудить какой-то первый фестиваль Арт-площадка «Станция» Мы профессиональная площадка С профессиональным светом, звуком Людьми, которые это все обслуживают Которая позволяет показывать спектакли Современного танца И у нас есть школа на базе арт-площадки Мы проводим классы, даем уроки И взрослым, и детям Наша цель – это развитие современного танца И, конечно, спектаклей На многие события приезжают люди Не только из Костромы, но и из других городов На Ласточке, из Москвы Полюбоваться провинцией И прекрасной постановкой Арт-площадка «Станция» – это такой маленький уголок Европы В России Это действительно так Европейская площадка Европейская система обучения Это какое-то новшество в Костроме Что есть люди, которые могут создавать свое искусство Свой танец При том, что арт-площадка «Станция» занимается не только танцем Театром, кино То есть привозят сюда разные фестивали В том числе краткометражное кино Музыкальные концерты И это, мне кажется, такая просветительская миссия для Костромичей Я же пришла сюда студентом И еще училась в школе И для меня это было вообще Какое-то космическое пространство непонятное И ребенком я еще, наверное, даже не осознавала Что это какой-то цех Ну, бывший цех Это осознаю только сейчас Площадка несет историю, которая была здесь раньше Все равно эта же энергия, она никуда не ушла Люди, которые здесь раньше работали Оставили свою энергетику, перенесли ее в зал И мы напитываемся ей, скорее всего Это такое перерождение И оно привлекает сюда людей И эти помещения продолжают жить и развиваться И все примеры, которые я знаю Развитие подобных помещений Они все очень классные Какие-то полностью перестраиваются И стирается история А где-то сохраняется аутентичность И она красной нитью через все проходит Но это очень классная история ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большая экстрамскальная наймануфактура Это история города Кострома была в свое время Льняной столицей страны История Костромы и история мануфактуры Последние 155 лет Они тесно связаны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 70-80-е годы прошлого века На комбинате работало до 10 тысяч человек Моя трудовая деятельность Вся прошла на этом предприятии Я пришла в 1973 году Были станки автоматические Страшные такие были станочки Шумные очень Ну и я еще всегда говорила Что как рычащие тигры Но я вот укращала этих тигров В 17 лет пришла И научилась И стала работать Вообще я хочу сказать о профессии Текстильщицы или ткачихи Это тяжелый труд Это шум Это на ногах Всю смену 8 часов Как белка в колесе Это же все на ходу От станка к станку бегать надо Где оборвалась ниточка Он уже остановился Нам нужно это устранять В общем-то все равно было интересно И жили весело, дружно Песенки наши пели Стою на полустаночке Как говорится Текстильный городок Все это про нас Это история И сегодня продолжается Предприятие работает Несмотря на все трудности и сложности Вот всю нашу 155-летнюю историю Я помещаю Ну может немножко Парадоксальную такую фразу Мы ордена Ленина Льнокомбината имени Ленина Поставщики двора императского величества Потому что предприятие имело Высочайшие награды Гран-при в Париже Гран-при в Турине Два права ставить герб Российской империи На готовые изделия Ну и безусловно, конечно Самое почетное звание в тот период было Это звание поставщика двора императорского величества Нашими родителями были люди Которые создали галерею Третьяковскую Но они же создали и нас Это братья Павел и Сергей Михайлович Третьяковы Начав с ноля Они предприятие довели до Самого крупного предприятия В льняной отрасли мира Начав с первоначального капитала 270 тысяч рублей Предприятие к 1991 году Имело уже уставной капитал 1,2 млн Здесь к 1900 году Крутилось 52,5 тысячи веретен Но предприятие явилось И главным источником Их жизни И формирования коллекции Поэтому выступая В Москве Третьяковской галереи Я заявил, что Третьяковская галерея Выросла из льняного семечка Труд крестьян Которые вырастили лен Получили волокно Доставили его на мануфактуру Привращенную в ниточку и в ткани Он именно явился источником Для идеи создания галереи Поэтому Слава Павлу Михайловичу Как великому льнянщику Здание Здесь сейчас располагается Администрация комбината Это бывшее общежитие Третьяковых Хотелось бы Может быть его реконструировать Восстановить Это очень видовое место Напротив находится Ипатийский монастырь Каковбель дома Романовых Мечта вообще Здесь открыть филиал Третьяковской галереи В том месте С которого пошла Третьяковская галерея Вернуть частичку ее сюда Это было бы очень здорово И для предприятия Это было бы очень здорово И для города И для губернии в целом Наверное 70% наших зданий Это памятники архитектуры Поэтому здесь С точки зрения Изменения их назначения И дальнейшего использования Безусловно Будет формироваться концепция Ее уже делали в свое время Вернемся к ней То, что касается станции Это корпус новой чески И это уже самостоятельный проект Тесность связи Они уже сейчас определяются Не местом твоего расположения А тем, насколько ты готов коммуницировать И насколько ты открыт людям Да, мы с ними в одном информационном пространстве Мы с ними в одной среде В одном городе Да, мы общаемся Ребята нормально, открыты Если они к нам обращаются Мы тоже всегда открыто рады Изначально в 2002 году Когда мы открыли школу танца С Евгением Мы всегда мыслили тем Что процесс строится вокруг того Что мы занимаемся вовлечением людей В свой круг В свое поле И по мере того, как мы как-то разрастались Все ближе и ближе становилось Сидеть, что нам нужно свое какое-то пространство Где мы будем заниматься Не только собственным творчеством Да, но и создадим такое место Которое будет объединяющим Для очень многих танцовщиков Хореографов по всей России К тому времени мы уже проводили фестивали Была большая школа на тот момент уже Мы стали смотреть по городу Новые какие-то точки Одна из которых Бывший цех Который уже на тот момент Не функционировал никак Это были такие пустые три этажа С огромными колоннами В этот момент мы получили грант На развитие территорий Где-то примерно 4 месяца мы строили Мы сделали проект с архитекторами Построить стены Вызвести металлоконструкции Сделать полностью фермы Все, что необходимо для света и звука Мы показываем на станции такие спектакли Которые сложно технически выполним Мы следуем за техническими возможностями наших коллег И сейчас уже переходим на леды Светильники Совсем какие-то другие технологии по звуку и так далее Мы все ждали Мы радовались Когда случалась арт-площадка Мы приходили, красили здесь все Отмывали Да мы счастливы были, что у нас свой театр Принципиальное было для нас строение Зрительного зала амфитеатром Потому что, конечно, весь танец Удобнее всего Особенно современный танец Смотреть сверху вниз Если в балете Это всегда, как бы, мы видим Они преодолевают гравитацию высоко Парят над сценой То в нашем случае много спектаклей Которые используют пол Как основной ресурс И поэтому очень важно, конечно, смотреть танец Вот так внутрь Как на ладони своей Вот это важно Не задирая голову в полете Не следя за фуете После академической сцены Когда у тебя есть разделение с залом Зритель на тебя подглядывает В замочную скважину Когда ты освещен на сцене А там темнота То black box И различные такие площадки Которые предполагают И диалог со зрителем И зритель оказывается к нам ближе Это совершенно, конечно, другой опыт И я верю именно в камерность пространства Где есть контакт со зрителем Арт-площадка-станция Да, очень верно Организовано пространство Зрительская часть занимает ровно столько места Сколько должна занимать Исполнительская часть Открывается с такого расстояния для зрителя Что ему очень интересно воспринимать это Как все устроено Как все логически организовано И как это поддерживается на протяжении многого времени С точки зрения технического директора Наташа Кузнецова Которая неизменно это помещение поддерживает Является его хранителем Мне кажется, это безусловно человеческий фактор Люди, которые это создают, делают это пространство таким И по сути мы занимаемся на сцене театра Это тоже нужно иногда себе об этом напоминать Да, мы даже студентам об этом напоминаем Вы не просто заходите в зал Вы заходите на сцену В контемпораре я преподаю взрослым Еще у меня есть группа дошкольников Это суперпозитивная группа Вообще, в принципе, в самом маленьком возрасте Это больше, наверное, ритмика Но сейчас, когда они у меня уже почти два года Им уже хочется какого-то стиля Почувствовать, что они в команде Для меня, наверное, самое важное Влюбить людей, детей, подростков всех в танец Формат обучения, он поменялся Во-первых, это отсутствие вот этой вертикали Что преподаватель выше, ученик ниже Мы участвуем в каком-то общем процессе И в каком-то общем обогащении И поэтому мы вообще стараемся Не всех под одну гребенку причесать А наоборот, сохранить вот эту индивидуальность Ее как-то просто проявить, может быть, повернуть И с правильной стороны показать А когда мы говорим про фестиваль танцдиалоги Который проходит для исполнителей школьного возраста В России так устроено, что в основном это конкурсы То есть я прихожу, чтобы получить какое-то место, грамоту и так далее Поскольку мы сами много раз принимали участие в конкурсах И чаще всего это очень много нервов Вот это ощущение конкуренции Абсолютное отсутствие теплоты, радости от танца Мы наоборот за то, чтобы была радость от того, чем мы занимаемся Нам важно, чтобы дети познакомились Чтобы они как-то друг на друга посмотрели другими глазами Без вот этого оглядывания Они лучшие, мы хуже Поэтому фестиваль И это никогда не будет конкурс Это будет только фестиваль Я очень склоняюсь к психологической составляющей Именно возможности работать в контембурнис Первым для меня является именно то, что я могу детям Передать через спектакли какой-то опыт жизненных ситуаций Я все-таки ставлю это на первую планочку А потом то, что я могу их научить работать со своим состоянием Работая со страхом перед сценой Они могут работать с этим же страхом перед экзаменами в школе С этим же страхом перед поступлением на работу И не идти указным путем А искать свои подходы к одному и тому же результату При работе в коллективе Они же учатся слышать интересы других Но при этом не терять себя Мы иногда вдвоем в одной квартире Не можем сделать так, чтобы эти два интереса Нашли свою дорогу, при этом не мешая другому Вот чему они меня учат Вот для меня это в детстве было сложно Моментально переключаются То есть они могут вот сейчас уже чуть ли не волосы драть себе на голове А через минуту заходишь, они в комнате обнимаются И лопают пирожные, и у них все отлично Ученикам я хочу сказать Я хочу сломать логику Я хочу, чтобы они мыслили нестандартно Когда они приходят ко мне на занятия Я пытаюсь их отключить от того, что они видят И занять их тем, что им движет просто в данный момент Именно в этих моментах создается такое некое волшебство Некое доверие друг к другу и к ученикам И это, я считаю, прекрасно Для меня это не просто я как руководитель Я сама в этом процессе нахожусь всегда с ними И они со мной То есть мы на одной волне такой некой И не выступаю как педагог А как их соучастник даже больше Самое трепетное с детьми Это чувство этих доверия Но я рада, что я работаю с детьми Которые верят Которые хотят Которые интересуются творчеством Не знаю Может быть, они ко мне все-таки уникальные приходят Я не знаю Но лично я от них тоже заряжаюсь положительной энергией И видя их, мне хочется творить И вот если, видя меня, им хочется творить Значит, у нас все случилось Меня ребята постоянно удивляют И спектакль не складывается из моих каких-то предпочтений А он складывается из моего восхищения Когда что-то случается на репетиции В импровизации Может быть ошибка, которую мы просто оставляем Человек ошибся, я говорю Классно, все, оставляем Берем это в спектакль Это же работа про них Про каждого из них Про связи Про то, как они идут вот этой Пафосной чуть-чуть, дорогой жизни Но они идут вместе, они не могут друг без друга Поэтому нет солистов А есть личности, индивидуальности Есть отношения Есть любовь Не только любовь Есть смех, слезы и так далее То есть они очень живые И я безумно им благодарна Что они со мной Уже довольно долго И мы как-то вместе растем Они меня воспитывают Я их Дети учат Дети учат любви Они любят И мы их любим Сейчас стилистически мы определяем Бальный танец, контемпоральный танец Уличный танец Классический танец Изначально когда-то был просто танец Который танцевали все У него были определенные задачи Функции такое зерно И мне нравится обращаться к этому зерну Потому что на самом деле зерно сохранилось Поэтому я говорю танец Приглашая в это поле Очень разных людей И работая с разными людьми Где важна и цена Каждая личность, которая приходит Она изначально уникальна Здесь нет первых линий Нет вторых линий Нет ведущих солистов Нет кардебалета Ту иерархию, которую нам предлагает Классический танец И естественно мы опираемся На базовые принципы Естественного движения В теле Такая биомеханика В теле Мы безусловно Внимательно относимся К пространству С которым мы соприкасаемся К человеку Который находится в моем поле действия И уважительно И бережно Относимся к своему телу Это три основных правила Которые я начинаю говорить Ребятам От четырех лет И вы знаете Это так важно Я поняла Чем точнее я формирую мысль словами Тем точнее Яснее я двигаюсь Потому что тело Это такой уникальный инструмент И все в него включено Голос Мысли Присутствие Опора Это мой танец Мировоззрение Контемпорари Все равны Важно все Я как танцовщик Мое тело Как танцовщика Мои мысли Моя душа То есть вообще Мое отношение к жизни Это тоже важно Насколько я образована Это тоже важно Потому что это все видно Насколько я открыта Это все видно Насколько я чувствую пространство В контемпорари Процесс постановки спектаклей Творческий союз Хореографа и танцовщика То есть хореограф может давать задачу Ты эту задачу пропускаешь через тело И ты выдаешь свой язык Свои движения Тебе не нужно заучивать чужое Ты даешь свое И ты при этом тоже раскрываешься Ты при этом проявляешься И как человек И как исполнитель Хочу дать своим ученикам Независимость в творчестве Ощущение себя артистом Ощущение себя важным И то, какой ты есть Это самое главное То, какой ты от природы создан С такими руками С такими ногами С таким характером Это и есть самое ценное Это и есть самое важное Не нужно стремиться к идеальной форме Нужно стремиться к идеальному самому себе Вот искать это нутро И искать свою прелесть В чем твоя прелесть И приумножать ее Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин